здравствуйте дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема пионы и я вам покажу то что у нас выросла в горшках подсаженные и как пион разделить если вы купили очень удачное корневище ну вот то что у нас посаженное было помните да когда я уахала и охала и просто насильно заставляла вас при покупке пиона сразу же посадить его в горшок вот так он выглядит это желтого цвета пион он не набирает шишечки вот видите каждая допустим ветка должна закончиться бутоном но в данном случае этого нет и это хорошо ему надо вырасти причем нарастить к осени почки замещения розовые такие вот вот такие вот толстенькие тогда на следующий год он уже будет способен да и расположен к цветению за лето его надо кормить неоднократно поить его тоже надо достаточно часто хлебный настой для него очень показан а вот здесь вот в пакете это новенький ну понимаете да таблетки от жадности перестали продавать в аптеке поэтому когда идешь мимо такого пиона нэнси норка то пройти невозможно все время хочется притормозить а и так сказать и сказать это желтый пион желтого цвета называется он yellow crown да так ну что придется его разъезд потому что в субботу после обеда он отправится в горшок при том что предварительно он будет вымочен в видите как он упакован хорошо сейчас мы посмотрим если у него корни я ну корней белых конечно нет и нечего было особо надеяться вот тут чуть-чуть слегка что-то развивается такое вот смотрите из этого корневища можно получить два растения да у него вот все таки я вот так уберу чтобы вам было видно и понятно значит вот они корешки эти молоденькие беленькие это говорит о том что все-таки с ним все в порядке вот так обтрусим я хочу чтобы вы видели что я делаю значит берем острый нож вот очень тщательно сначала разглядите да вот это жесткая у него как бы состоит растение вот они корни замечательные молодые корни замечательные не сломайте ничего берете острый нож и вот здесь вот так аккуратненько по миллиметру вниз начинаете распиливать но так чтобы и у этой половины оказалась часть корневища с такими беленькими корешками и у этой половины и обработав то есть подержав или хотя бы опрысков или опудрив корневином укоренителем растолченный таблеточкой гетеро ауксина услышьте меня на влажные вот это корневище попудрили и посадите вот так же в горшочек вот тогда из него вырастет полноценное растение пока еще розовые побеги и желтые листочки его можно достаточно посадить глубоко вот так вот у него почки были на этом да вот здесь вот верхние почки вот они верхние значит хотя бы вот так землей засыпать надо хотя бы вы если сделаете все правильно то будете большие молодцы белые корни есть он живой он жить хочет ему ему цвести хочется постарайтесь пожалуйста не угробить те растения которые вы купили значит выбираем всегда тщательно в магазине чтобы было вот так и делим обязательно пополам но делим правильно значит когда вы приедете на дачу ваша задача будет побежать сразу посмотреть на грядках под зимний лук и чеснок и мочевинку разбросать из расчета что это будет столовая ложка безверха на квадратный метр и подбегите к пионам не забудьте это сделать они как никто другой нуждаются вы вот этой подкормки азотные мочевины это азот чистейший мощный такой тоже разбросайте потому что ночью будет холодно появится корочка льда и когда корочка льда вместе с мочевиной растает она все уйдет туда вниз и не забудьте если есть вода первых полить все-таки нарциссы так меня понесло я на этом заканчиваю всего доброго и до свидания